Несколько советов от меня. Обязательно скалывайте булавками, прежде чем сметать. Обязательно сметывайте, прежде чем прострочить. Никаких узлов, никаких длинных километровых ниток. Вы в них запутаетесь. Привет, мои храбрые партняшки! С этого выпуска и каждую среду будет выходить маленький мастер-класс. Я буду показывать вам, рассказывать пошив самых-самых-самых-самых азов. То есть мы научимся с вами, как правильно сметывать, как держать иголку в руках, как строчить на машинке, как настроить машинку, как заправить оверлок, как настроить оверлок и так далее и тому подобное. Начнем мы с самого легкого и дойдем до верхней одежды. Ну что, погнали? А начнем мы сегодня с самого-самого простого, можно так сказать, и с самого важного аспекта. Мы научимся ручным швам. Сегодня нам понадобятся булавочки, катушка с иголочкой, кусочки ткани, блок и линейка. И ваши ручки. Начнем мы с вами с самого простого, сметочного стишка. Берем два кусочка, складываем их лицо к лицу, чтобы они по краю, там где будет у вас шов, совпадали. И булавочками закалываем. Вообще, когда начинаете только-только шить, я советую закалывать булавками, не ленитесь. Так будет у вас быстрее и красивее получаться. Булавочками закололи. А теперь вам нужно провести линию там, где будет у вас проходить ваша сметочная строчка. Ну, мы возьмем полтора сантиметра. То есть, нам нужно мылом просто начертить линии полтора сантиметра. И берем ниточку с иголочкой и сметываем. Смотрите, очень важно, что не делайте узелков. Отучайте себя от узлов. Почему? Потому что вы, когда будете, вы сметали изделие, вы будете строчить, допустим, здесь же, у вас строчка попадет в вашу, в ваш узел попадет в ваша строчка и выковырять оттуда ниточку сметки будет очень сложно. Как поступить? Смотрите, берете, закалываете булавочку и в одно и то же место. И два-три раза так делаете. То есть, все у вас уже закрепилось. Далее у нас пойдет сметочный стежок. Сметочный стежок обычно 0,5-0,7 мм в длину. Обычно сметочный стежок шириной, вот этот вот шажочек будет у ниточки, 5-7 мм. Вы берете, ткань у вас лежит. Берете, чуть-чуть приподнимаете, иголочку вкалываете и выкалываете. Протягиваете. Опять вкалываете, выкалываете. Шажок этот 5-7 мм. и так далее. Смотрите, если вам мешаются вот эти булавки, вы уже прошли, вы уже сметали этот участок. Если вам они мешаются, вы можете просто их выколоть. Вот вы дошли до конца и обратно делаете, снова делаете закрепку. Несколько раз по одному и тому же месту. Все, ниточку срезали. Сметочный стежок готов. Давайте я вам поближе покажу. А следующий шовчик у нас будет шовчик назад иголочку. Смотрите, опять мы складываем лицом к лицу нашу ткань. Снова мы закалываем булавками. Мы можем заколоть в начале, мы можем заколоть в конце, где-то посерединке, и если у вас тонкая скользкая ткань, то можно еще по одному разу проколоть. Чем тоньше и более скользкая ткань, тем чаще вы проколоть в булавках. Снова линеечка мыла, полтора сантиметра, но это вот ваш припуск. То есть, если вы заложили полтора сантиметра припуск, значит отмечаете полтора. Если заложили припуск сантиметр или два сантиметра, отмечаете соответственно сантиметр и два сантиметра. Все. Далее у нас идет нитка с иголкой. И еще не отрезайте себе километровые нитки. У вас просто будет она путаться. Отрежьте немножко. И мы снова делаем закрепку. Помните, да, что раза два-три в одном и том же месте. Все, закрепка готова. И что такое шов назад-иголка? То есть, вы берете назад. Я сейчас близко покажу вам просто. Вы берете назад иголочку и вперед. Проткнули. Ну, миллиметра три-четыре. Вот сюда вкалываете и выкалываете немножечко дальше. Опять. Три-четыре миллиметра. Снова вы вкалываете вот сюда и выкалываете. Три-четыре миллиметра. Чем гуще у вас будет вот этот стежочек, тем прочнее у вас будет ваша строчечка. Кладете ткань. Это я вам показала близко. Вообще ткань у вас должна лежать на столе. И далее таким же образом. Дошли до булавки. Булавка, она мне нужна, убрали. Смотрите, у меня нитка закончилась. Я обратно делаю закрепку несколько раз в одном месте. Беру новую ниточку. И снова делаю закрепку. А дальше иду стежком. Смотрите, вот так выглядит он с лица. И вот так выглядит с изнаночки. Смотрите, если взять, вот у вас как будто сшито на машиночке. Видите? Очень крепкая строчка получилась. А наш следующий шовчик будет краеобмёточный ручной шов. Для чего он нужен, я расскажу сейчас. Смотрите. Опять берем иголочку с ниточкой. Здесь уже можно сделать узелок. Начинаем с краешку. Вкалываем. Делаем рукой петелечку. Вот, если видите, вот петелечка из ниточки. Вкалываем сюда. И вытягиваем. Все, вот мы затянули. Смотрите, какой шажок. Вот сюда полмиллиметрика примерно. И расстояние между ними полмиллиметра. Но вы можете сделать там шире, глубже. Это уже ваше. Но основное это полмиллиметра и полмиллиметра шажочек. Опять мы делаем рукой петелечку. И вытаскиваем. Видите, в петелечку вошла ниточка. Вот, оп. Получилось. Опять мы делаем рукой петелечку. Вот петелечка у меня на пальчике. Вкалываем. Вытаскиваем. И так далее. Можно погуще сделать. Тут уже кому как нравится. Сейчас покажу. Медленно делаем петелечку. Вот она у меня на пальчике. Сейчас. Вот петелечка на пальчике. Вкалываем. И тянем. Снова делаем петелечку. Снова делаем петелечку. Снова делаем петелечку. Смотрите, вы дошли до конца. Нужно взять в колоть. В петельку вытащить. И так несколько раз. Петелечку вытаскиваете. Опять вкалываете. Через петелечку. Все. Отрезаем. Наш шовчик готов. Вот такой вот шовчик. Это основные виды ручных швов. Для чего нужен каждый. Смотрите. Вот этот шовчик у вас был сметочный. Для чего он нужен. Вы допустим выкрыли себе изделие. И чтобы его померить. Посмотреть посадку. Вам нужно сметать изделие. Вот таким образом. Или вы что-то шьете. Уже померили. И прежде чем прострочить на первых порах. Я вам советую. Прям вот советую. Вам будет так проще. Лучше закалите. Сметайте. А потом прострочите. Для чего нам нужен шов назад. Иголочку. Вот этот который. Ну допустим вы поехали куда-то в поездку. В командировку. У вас с собой соответственно нет швейной машинки. Но у вас допустим есть в отеле. Или вы с собой возите ниточку и иголочку. И у вас что-то порвалось. И тогда этот шов придет вам на помощь. Он вас спасет. Вот этим шовчиком. Вы можете зашить любую порванную вами вещь. Вот именно где-то по шовчику. Ну или у вас нет машинки. А вы хотите шить куклы. Или одежду куклам. Тоже можно шить вот таким стежком. Край обмёточный шовчик. Для чего он нужен. Ну во-первых. Если у вас нет оверлака. И у вас куча-куча-куча терпения. Во-вторых. Помните мы им делали открыточки. Из открыточек делали какие-то коробочки. Это вот еще с детства. Но вы можете. Это просто вот замена оверлока. Этот шов он заменяет оверлок. То есть если у вас может быть. Опять-таки может у вас что-то порвалось. Распустился на изделие оверлок. Вы можете сделать вот так. Спасибо большое за просмотр. Я надеюсь вам это было полезно. И вы что-то для себя почерпнули новое. До встречи. Вам творческих свершений. Красивых прямых строчек. И пока. Субтитры сделал DimaTorzok